12 единиц коммунальной техники пополнили парк ДЭПа с 2021 по 2023 год. В этом году приобрели автогрейдер и комбинированную дорожную машину. До 11 декабря планируют закупить ещё два пескоразбрасывателя. О подготовке предприятия к зимнему сезону директор Пётр Серёжкин доложил депутатам на заседании комитета. В село МУДЭП находится 153 единицы техники, из них 113 в рабочем состоянии. Однако 75% техники в ветхе, в нерабочем состоянии находится 26% техники. Находящиеся в предприятии на зимний период времени будет зарействована 51 единица техники. Снегуборочные машины, самосвалы, автогрейдеры, лескоразбрасыватели, коммунальные уборочные машины, трактора и погрузчики. В штате ДЭП 198 рабочих, из них 64 – это водители-механизаторы. Укомплектованность персонала на каждую машину – 62%. Сейчас на предприятии думают, как привлечь новых сотрудников. Один из весомых аргументов – повышение заработной платы на 51% за два года. В этом году средняя заработная плата механизатора составляет 64 тысячи рублей. Несмотря на все подготовительные меры с сильными снегопадами и гололедицей, ДЭП может снова не справиться. В общем плане предприятие готово к зимнему сезону 2023-2024 год. Но одновременно с этим следует отметить, что в МУДЭП существуют нехватки техник и сотрудников. Для наиболее эффективной работы, например, в форс-мажорных ситуациях, как в декабре-январе 2022-2023 года, в этот период был побит суточный рекорд по количеству осадков. В один день мог быть дождь со снегом, а через сутки температура воздуха достигала минус 20 градусов. Гололёд, огромные колеи, каша на дорогах. В общей сложности за уборку дорог прошлой зимой администрация выписала ДЭПу штрафы за ненадлежащее исполнение контракта на общую сумму порядка миллиона рублей. Остаётся надеяться, что до декабря предприятие пополнит штат, иначе погодные аномалии этой зимой каждый раз будут парализовывать движение в городе.